Олегминский район практически по всем направлениям пересекают водные артерии. Летом переправой для жителей служат паром и лодки, и самый сложный здесь период распутится. Жители некоторое время живут почти без прямого сообщения, поэтому едва замерзает река, выезжают водители, которые рискуют провалиться под еще неогрепший лед. Этот год зимой обалует олегминчан теплом, но в этом есть и минус. Лед не во всех местах набрал необходимую толщину, а следы от машин местных экстремалов настораживают. С наступлением холодов самый актуальный вопрос – переправа. Как показывает практика, многие еще до открытия официальных зимних дорог по льду рек открывают свой сезон, что чревато для водителей и пассажиров. К сожалению, есть статистика по республике о машинах, которые уходили в воду в места, где толщина льда не соответствует нормативам. В Олегминском районе четыре официальных переправы, в том числе одна в районе города. Тем не менее, опять же, практика несанкционированных переправ есть. На момент выезда комиссии с участием административной комиссии и ГИМС транспорта на такой переправе не зафиксировано. Тем не менее, свежие следы есть. В ходе контрольно-надзорной деятельности государственные специалисты по мерным судам выявлено инсцентрирование льдового переправа, соединяющая поселок Нефтебаза и село Троицк, которое находится в своей стороне реки. В целях принятия безотлагательных мер по невыдопрещению выезда от транспорта на лед будет выписано предписание муниципального образования для запрета использования инсцентрирования льдового переправы. Показательно можно отнести переезд через реку в районе ЦРЛС. Здесь не только расчищена полоса и выставлены вся необходимая информация и знаки, но и произведено наращивание ледяного покрова. Сейчас мы находимся в КПП, контрольном пропускном пункте на переправе ВСТО через реку Лена со стороны ЦРЛС-Алекминск. Здесь у нас есть необходимая документация, жара, учета движения автотранспорта и вся необходимая документация для переправы. Обусловлено это тем, что здесь идет движение большого транспорта, тяжелые машины, спецтехника. Данная ледовая переправа является ведомственной, принадлежит Роснефти. Переправа обустроена согласно отраслевым дорожным нормам. Проектный грузоподъем на 60 тонн, что обеспечено усилением ледового покрытия путем малослойного наращивания. Достаточно жесткие правила организации обусловлены именно регламентом о безопасности. Поэтому не стоит рисковать. Возможно сократить свой путь совсем не к той цели. Лена Фаст, Максим Копулов, Сергей Лифу, НВК САХ, Олег Минск.